Британская так называемая раса господ Андрей Фурсов за 8 января 2023 года В феврале 1891 года в Лондоне было создано общество, существование которого один из крупнейших американских историков Куигли считает одним из важнейших исторических фактов 20 века. Общество было создано в тайне, но нет ничего тайного и потому сегодня мы можем говорить о нем как о закрытом. Сами основателями этой структуры стали три влиятельнейшие фигуры британской общественно-политической жизни. Сесил Ротс, тесно связанный с Ротшильдами основатель и совладелец алмаз-добывающей корпорации Дебирс и других горно-промышленных монополий в Южной Африке. Уильям С. Стэд, разведчик и в то же время самый известный и сенсационный журналист того времени. В 1912 году погиб во время крушения Титаника и Реджинальд Беллиол Бретт, впоследствии лорд Эшер, друг и доверенное лицо королевы Виктории, а позднее ближайший советник Эдуарда VII и Георга V. В разное время группа называлась по-разному. Тайное общество Сесила Ротса, детский сад Милнера, группа Круглого стола, группа The Times, группа Chetema House, группа All Souls. Главная цель, однако, оставалась неизменной. Укрепление Британской империи в условиях надвигающейся угрозы утраты Великобритании мировой гегемонии. Необходимо подчеркнуть еще одно. Для Ротса стимулом строительства мировой империи британцев был не политическо-имперский, а классовый и расовый. Такая империя должна была позволить избежать классовой гражданской войны в ядре, в Британии. Тот, кто не хочет гражданской войны, неоднократно подчеркивал Ротс, должен стать империалистом. В результате в мировой империи простые англичане из низов могли чувствовать себя аристократами по отношению к низшему отродью в расовом плане. Обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтобы было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним. К нам повадился ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, Спартана, молодой человек лет 20, его звали Стокс. Он беспрестанно ходил и в осажденный город, и в лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и если впереди нас шел китаец, и, не замечая нас, долго не сторонился с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала оторопеет, потом с улыбкой подавленного негодования посмотрит след. А нет, конечно, народа смирения, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских. Те, как и всякая черень в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не видел насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца. На лицах видишь почтительное и робкое внимание. Англичане вот как платят за это. На их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы. Наш хозяин Дональд, конечно, плюгавейший из англичан, вероятно, нищий в Англии. Иначе, как решится отправиться на чужую почву, заводить трактир без видов на успех. И этот Дональд, сказывал Тихменив, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что меня даже жалость дела, прибавил добрый Петр Александрович. Не знаю, кто из них, кого мог бы цивилизовать, не китайцы ли, а англичан своей вежливостью, крутостью, да и умением торговать тоже. Иван Гончаров, фрегат Паллада. Расизм как бы уравнивал эксплуататорские и эксплуатируемые классы внутри расы господ. Прибыль, извлекаемая из колонии, должна была обеспечить единство расы господ. Но я не случайно выделил союз И. Был в этих установках и чистый расизм замешан не только, а возможно и не столько на политике, сколько на национальности. Я поднял глаза к небу и опустил их к земле, писал Роц. И мне открылось, что британцы лучшая раса, достойная мирового господства. Аренд специально подчеркивала, что только в Англии идеология расизма прям вытекала из национальной традиции, ветхозаветно-пуританской, все та же избранность, идущая от иудаизма. При этом социальное неравенство – важнейший элемент британского культурного кода, насаждавшегося верхами и принятого как должное низами. Общественное неравенство было основой и характерным признаком специфически английского общества, так что представление о правах человека, пожалуй, нигде не вызывало большего раздражения. Когда говорят, что в Англии уже в 1215 году Великой Хартии Вольностей, вырванной баронами у короля Иоанна Джона Безземельного, было положено начало свободы в Европе, это либо ошибка, либо элементарная глупость. Хартия означало одно – право баронов бесконтрольно грабить население и устраняло те ограничения, которые ранее накладывала на это королевская власть. В блистательные для Англии времена, например, 1873 год, многие в стране считали, что несмотря на некоторую брутальность, грубое невежество и определенный снобизм, типичный мальчик из паблик-скул является благородным животным, лучше которого и быть не может. А в 1918 году, в период кризиса империализма, кое-кто из англичан уже стал называть этические нормы, насаждавшиеся в паблик-скул, своими именами. Там царит единогласие, проистекающее из подавления индивидуальности, избыта классового чувства и отсутствия духовных ценностей, а также антиинтеллектуализм, жестокость и отвращение к работе. Чувствительных мечтателей принуждают подавлять свое воображение. Паблик-скул единодушно обвиняли в том, что они вытравляют рыцарский дух, заменяя его жесткостью, учат ненавидеть мечтателей, которые в этом мире ни на что не годятся и вообще представляют собой источник филистерского практицизма. М. Саркисянс. Подхватывая приведенную высшую мысль, Аренд Саркисянс, автор блестящей работы «Английские корни немецкого фашизма» от британской к австробаварской расе Господ пишет, «Свобода рассматривалась в Англии не как естественное право и вовсе не как право человека, а как наследственное феодальное привилегие, которое, правда, постепенно должна была распространиться на всех англичан». Это очень важный момент. В британском социокультурном цивилизационном коде права человека – это права представителя господствующего класса, которыми тот может частично, но только частично наделить простолюдина, но только в том случае, если рядом с последним появится представитель низшей расы. А пока такового нет, представителем низшей расы будет сам этот простолюдин. Ясно, что такой подход не имеет ничего общего с христианством, с основами европейской цивилизации, будь то в ее романо-германском или тем более русско-православном варианте. Подчеркну, особенно это касается русских, православия. Именно в сфере определения прав человека скрывается непримиримое противоречие, антагонизм между англичанами-британцами и русскими. Для русских – человек с его правами, каждый. Для англичанина – это только джентльмен. Это чисто английское убийство человечности обусловлено как историей Англии, ее правящего класса, так и протестанизмом с его ветхозаветными корнями. Но ни в коем случае не с новозаветными. Неслучайно до XIX века в России два завета никогда не издавали вместе одной книгой. «Определение избранности на основе этнической или классовой принадлежности не имеет ничего общего с христианством и вообще с человеческой моралью». Андрей Фурсов. И дается ссылочка на видео всей лекции Андрея Фурсова. Это небольшая выдержка из этой лекции. Британская так называемая раса господ Андрей Фурсов.